Если все аплодируют достаточно яро, то да, до нас доходят. Прилетаю в Шереметьево, в Москву, диспетчер говорит, вы 34-й на посадку. Да-да-да. Ну, сама турбулентность не особо опасна. После сложной повсадки, в сложных метеоусловиях, когда ты это сделал, вот тогда приходит, может быть, эта эйфория. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Здравствуйте, меня зовут Дамир, я командир воздушного судна. Вот именно летать, я думаю, нет, никто не боится. А вот высоты многие боятся. Приметы есть, их много. Кто-то не фотографируется перед полетом, кто-то не фотографируется вообще на фоне самолета. Но здороваться с самолетом перед тем, как осмотреть его, перед тем, как зайти, это обязательно. Когда я только выучился на пилота, было даже очень интересно рассказывать, потому что вопросов было уйма и от друзей, и от новых знакомых. А потом, как-то сейчас это куда-то ушло. Как будто пилот... А, пилот, ну ладно. Зачем столько кнопок? Они все нужны. И если я сейчас буду перечислять каждую кнопку, для чего у нас, мне кажется, не хватит времени. Все знают кнопки, все лампочки, для чего они необходимы. И если одна лампочка загорелась, это может быть как какой-нибудь отказ, например, да? Соответственно, я знаю уже, что делать при каком-то отказе. Бывают такие моменты, что среагировать нужно немедленно. Поэтому мы обязаны знать каждую кнопочку и каждую лампочку, смотрите. Есть такой человеческий фактор. Как и железки ломаются, да, так и человек может ошибиться. Соответственно, мы делаем постоянный кросс-чек. Выполнил какую-нибудь процедуру. Мало ли вдруг что-то подзабыл, ошибся. Второй пилот проверил тебя. Командир проверил второго пилота. Одному тяжело в кабине. Мы едим со вторым пилотом разную еду. Порпроводник приходит, спрашивает. У нас там есть на выбор несколько блюд. Но вдруг не подошло второму пилоту или командиру одно из. Или какое-то пищевое отравление ты получил. Чтобы хоть кто-то остался в кабине в здравом уме, только из этих соображений мы должны кушать разные блюда. Но вообще, в принципе, самолеты защищены от этого. И даже если попадет, маленькая вероятность того, что что-то откажет, есть. А так разряд просто проходит мимо. Молниеносное затухание света, например. Все. Но бывали случаи, когда и отказывала техника. Вы, наверное, знаете этот пример. Даже в Шереметьево был недавно, в том году. Когда в Суперджет попала молния. И пол самолета вывел из строя. У нас есть также воздушные трассы, как и дороги на земле. Мы забиваем маршрут в компьютер. И у нас прокладывается трасса. Заблудиться. Боялся, наверное, только когда учился. Потому что много об этом рассказывали. Есть такое понятие, как потеря ориентации. Этому учат, как с этим справиться. Ну, мы всегда рядом летаем. У нас есть вертикальное эшелонирование, горизонтальное эшелонирование. То есть по высоте нас держат и по боковому эшелонированию. У нас есть определенные градации в милях, которые мы должны выдерживать. И, соответственно, это контролируют как диспетчер, так и мы, находясь в кабине. Ну, сама турбулентность не особо опасна. Бывает ее трудно распознать, допустим, в ясном небе. То есть ты летишь, и нету не облачка, а турбулентность есть. И она бывает очень сильная. Ну, это как яма у нас на дорогах, если так своими словами описать. То турбулентность — это вот волнение воздуха. Когда ты летишь в чистом небе, тебя не трясет, и начинается волнение воздуха. Или воздух начинает меняться. Самолет начинает просто потрясывать. Это и есть турбулентность. Черный ящик — это такой самописец, который записывает, что происходит, грубо говоря, в самолете. То есть, о чем пилоты разговаривают в кабине, какие кнопки нажимают, что отказывает из техники. То есть все-все действия, какие происходят. Ну, не дай бог, при катастрофе потом понять, что случилось. Этот ящик очень прочный, и он выдерживает колоссальные нагрузки, перегрузки. То есть, если, не дай бог, самолет разбивается, то ящик остается, в принципе, целый. Нет, он не черный. Просто его так называют черным, потому что он нужен только вот в таких ситуациях. Мне кажется, что слышу. Если все аплодируют достаточно яро, то да, до нас доходит. Бывает то, что пассажиры выходят и благодарят, передают приветы пилотам. И потом выходишь, и тебе это все обязательно передают. Даже картинки дети рисуют. Это очень приятно. Иногда сидишь в окошко, смотришь, пассажиров привезли. Дети идут, с такими глазами смотрят, цветы. Помашешь, они, мам, мам, смотри, смотри, дядя пилот помахал. Нет, исключено. Это запрещается. Я же не знаю, какие у вас мысли в голове. И что вы можете сделать? Или нечаянно нажать на какую-нибудь кнопочку ненужную. После посадки, когда все вышли, могу его завести в кабину и показать. А в самолете, в небе, ни в коем случае. Ни ребенка, ни звезду, никого. Старший бортпроводник к нам заходит регулярно. У него есть также резервный бортпроводник. Если старший там занят чем-то очень сильно, то только резервный бортпроводник, который он мне представил перед рейсом, имеет право к нам зайти. Остальные бортпроводники рядовые не имеют доступа в кабину. Это может быть только очередь на посадку, допустим. Вы это имеете в виду? Мы кружимся в зоне ожидания и ждем своей очереди. Не один раз было, подлетая в Шереметьево, в Москву, на подходе диспетчер говорит, вы 34-й на посадку. Да-да-да. Сбавляешь скорость, потихонечку, потихонечку крадешься. Выждаешь своей очереди. И заходишь на посадку. А если уж экстренно, и там что-то случилось на полосе, и нет возможности там сейчас сесть, то у нас есть всегда запасный аэродром, который изначально уже были выбраны перед рейсом. Мне однажды попросился ребенок в кабину после посадки. Старший бортпроводник сказал, что он мечтает стать пилотом. И родители попросили его завести в кабину. Всех пассажеров высадили. Я ему, наверное, минут 10 рассказывал после этого, что да как. Он мне тоже подарил рисунок. Там был нарисован самолет, весь наш экипаж. Это было очень приятно. В первую очередь чувствуешь большую ответственность. За твоими плечами много людей. Ты в первую очередь за них в ответе. Это огромная ответственность, и чувство не покидает этой ответственности тебя вплоть до того, как ты не припарковался в аэропорту. Когда летишь, конечно, красиво. Всегда светло. Даже когда ночь на земле, там светит суперяркая луна. Звезды светят. Красота неописуема. Но эйфория — это не то место, чтобы во время работы испытывать ее. Потом, да, после сложной повсадки, в сложных метеоусловиях, когда ты это сделал, вот тогда приходит, может быть, эта эйфория. Самое близкое от Оренбурга — это в Угруслан. Я заканчивал в Угрусланское летное училище. Также есть в Ульяновской академии, в Питере, в Краснодаре. В училище три года, в академии пять лет. Без высшего образования ты не можешь стать командиром. Да, у нас вообще в месяц есть определенное максимальное количество часов, в которые мы можем летать. Как в месяц, так и в год. И на пенсию мы уходим не по годам отработанным, или по годам, сколько тебе лет стукнуло, а по налету часов. Шесть тысяч часов, и будет минимальная пенсия. Ну, первое, что надо быть здоровым. А потом уже физика, математика и все прочее. Но знать надо многое. Первое, да, это здоровье. Потом профотбор. Психологически ты должен пройти тесты. И только потом экзамены. Берегите себя и свое здоровье. Учите матчасть и английский. Учите матчасть и английский.